Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 24 апреля, у нас также прекрасная погода. Вот сейчас утро всего 10 градусов, но на день передают 14. Впереди у нас 3 дня прекрасной, хорошей, тёплой погоды, с плюсом даже ночью. Поэтому я сейчас уже начала рассказывать про высадку. Вчера рассказывала про высадку томатов в открытый грунт в тоннеле. Но вместе с этим я не могу обойти и тему теплиц, потому что одновременно с высадкой на улицу я начинаю высаживать томаты и в теплицу. И мы проходим здесь точно такой же период и закаливания. Вот я вчера их вынесла, просто у меня вчера руки не дошли, сами видели, сколько видеороликов было снято. Тем более это всё во время работы, всё как-то наспех. Не всегда всё успеваю, но про томаты в теплице нужно сказать обязательно. Перед высадкой в теплицу желательно, ну как я вчера говорила, можете конечно переступить через этот вот этап закаливания последнего, но желательно тоже вынести их на день, на два, чтобы они постояли без пересадки, без повреждения корневой системы, просто адаптировались к тому климату, где они будут дальше жить. Потому что где бы они ни были, однозначно условия содержания меняются. Вот здесь более повышенная влажность в этой теплице, чем в придомовой. Здесь больше солнца, там солнце полдня, а здесь солнце палит целый день, и они будут вынуждены здесь с утра до вечера стоять под солнцем. Поэтому вот первый и второй день, вот вчера стояли, сегодня будут стоять, сегодня я их высажу. Ну не все конечно, какие буду высаживать, расскажу в следующем видео. Они у меня стоят два дня, и даже если им немножко здесь жарковато, то тут не так критично для них, потому что они ведь стоят в стаканчиках. Вот я сейчас утром полила их, они во влажном грунте, ничего, они привыкнут к тому, что им придется по сколько там, не знаю, сейчас 14 часов, солнце у нас встает очень рано, закат очень поздно, они адаптируются. И еще здесь конечно прохладнее, здесь намного прохладнее, чем в придомовой теплице, где они там стояли, они можно сказать там изнежены были. Но зато здесь лучше, они реже будут сейчас посажены, они хорошо быстро пойдут в рост. Они все очень разные, даже одного дня посева. Я вам потом покажу какие, ну есть и вот такие средние, есть и маленькие, есть вот эти великанши, которые уже упали у меня на колышках. Это тема отдельного видео, сейчас я вот только скажу, что желательно перед высадкой в грунт все равно закалить рассаду. У нас же в два этапа, сначала мы из дома, когда куда-то выносим, или на лоджию, или на балкон, или там вот у меня придомовая теплица, они постепенно привыкают от домашних условий. Потом последний вот этап закаливания, это когда уже мы их на постоянное место. Вот у меня сейчас малыши опять стоят на улице, Демидов, Настенька, буду их сегодня высаживать. А эти будут стоять вот здесь теплицы, ждать своей очереди. Все, мы закаливаемся. Сегодня начну, первый ряд может быть высажу, продолжу завтра. Вот половина теплицы в это время я уже высаживаю. В прошлом году высаживала 26 апреля. В этом году по независимым от меня причинам получилось именно то же число. Вот завтра 25-е буду высаживать, но это потому, что был продолжительный холод. Хотела высадить раньше на неделю, они уже были взрослые. Но вот вообще я уже полностью готова к высадке. Но было холодно. Все, до свидания. Сейчас в следующем видео я расскажу по многочисленным просьбам. Все спрашивают, какие я в первую очередь высаживаю. Вот я и схемы приготовила вам посадок и начертила, нарисовала. Расскажу, какие томаты я высаживаю в первую очередь и почему. До свидания.